Друзья, всем привет! С вами Сенвайс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. Игрой сегодняшнего полноценного и честного обзора это новинка от компании Realme. Realme 9 Pro Plus. У меня, можно сказать, младшая версия 6128, еще есть вариант 8256 и, если честно, я советую брать именно его. Дело в том, что расширить внутреннее хранилище здесь никак не получится. SIM-лоток здесь исключительно по две nano-SIM-карты и места под microSD здесь нет. Зачем компания Realme сделала так, не совсем понятно, ведь младшая версия Realme 9 Pro имеет пусть и комбинированный, но лоток с поддержкой карт SD. Да и прошлые версии Realme 8 Pro, 7 Pro, 6 Pro поддерживали полный набор две SIM-ки и SD-шку. Видимо, таким образом компания пытается мотивировать и сподвигнуть покупателей брать старшую версию 256 гигабайт. Но, если честно, насколько я знаю, многих потенциальных покупателей такая фишка только раздражает, что производитель фактически зарабатывает на нас деньги и вынуждает покупать старшие версии. В остальном телефончик действительно мне понравился. Здесь прекраснейший Super AMOLED-экран, 6,43 дюйма, 90 Гц с поддержкой HDR10+, глубочайший черный цвет, смотрится экран потрясно, ну и плавности здесь вполне себе хватает. Но, опять же, очень странно, что у младшей версии Realme 9 Pro 120 Гц экран, а здесь всего лишь 90, ну всего лишь, конечно же, в кавычках, этой плавности все равно хватает. Под капотом здесь современный MediaTek Dimensity 920 с поддержкой 5G. Но, для понимания, скажем так, это плюс-минус конкурент Snapdragon 778-му. И по цифрам тестов плюс-минус ему соответствует. То есть, можно сказать, что практически все современные игрушки идут здесь без проблем, включая тот же Genshin Impact. Памяти здесь 6 Гиг, 128 Гиг встроенный. Ну и нельзя сказать, что 6 Гигов здесь не хватает. Понятное дело, что хотелось бы 8, но оболочка Realme UI очень хорошо оптимизирована. Забегая вперед, здесь у нас последняя ее итерация. Итерация, то есть Realme UI третьей версии на базе 12-го Андроида. Очень классная оболочка, очень здорово оптимизирована. Кастомизируется вдоль и поперек, и нравится мне она, если честно, гораздо больше, чем MIUI. MIUI все-таки из версии к версии становится все более монструознее и тяжелой. Здесь же оболочка очень легкая. И даже на бюджетных недорогих устройствах она летает без всяких проблем. Что уж говорить про вот такие вот довольно дорогие и нафаршированные телефончики. По коммуникациям здесь полный порядок, полный набор, как говорится. Двухдиапазонный модуль Wi-Fi плюс поддержка Wi-Fi 6, что очень важно. Bluetooth 5-й версии, поддержка aptX, NFC имеется. Ну и очень здорово, что не лишили данный телефончик 3,5-миллиметрового джека. Как это сделано, допустим, было в версии GT. В общем, очень здорово и классно, что компания думает о своих покупателей, ну хотя бы в этой части. Причем очень приятная фишечка есть, двойной режим аудио. Вы можете подключить одновременно Bluetooth наушники и проводные и смотреть киношку вместе, ну или слушать музыку. Имеется DC-димминг, я его сразу же естественно включил и практически шим не ощутим даже на низкой яркости. Я же пользуюсь примерно на 50-60% яркости в помещении, ну а на улице можно выкрутить на максимум. И тогда даже в яркий солнечный день все будет шикарно видно. Что касается связи, никаких вопросов. Использовал две симки Megafon и Rostelecom, полторы недели пользовался телефоном, катался по Подмосковью, по различным глухим местам. Условно говоря, даже в тех местах, где многие другие телефоны начинали затыкаться, здесь никаких вопросов нет. Но к Realme, если честно, у меня никогда претензий не было. С точки зрения связи, практически все телефоны Realme, которые у меня были, прекраснейшим образом работают. Voice LTE работает, прекрасная слышимость, меня слышно отлично. Что еще хотеть? Конечно же, здорово, что здесь, в отличие от младшенького Realme 9 Pro, имеется стереозвук. И телефон звучит очень вкусно. Давайте добавим громкости и послушаем вместе. В общем, никаких вопросов нет. Это все шикарнейшим образом звучит. Звук на самом деле очень вкусный, густой. И даже музыку слушать с помощью этих динамиков можно. Что уж говорить про фильмы или игрушки. Что касается тестов. Antutu показывает хороший результат на уровне 500 тысяч попугайчиков. Что, опять же таки, примерно равно результату того же 778 Snapdragon. Любые игрушки здесь идут без всяких проблем, включая Genshin, который на средних настройках бегает примерно в 40-45 FPS. Если же подкрутить графику на максимум, то тоже можно играть, но уже где-то с 35 FPS. С просадками время от времени в довольно-таки тяжелых локациях. Что касается того же PUBG или Call of Duty, здесь вообще никаких проблем на высоких настройках. Здесь все будет бегать шикарнейшим образом. Geekbench показывает тоже отличные цифры. 815 на одно ядро и 2300 на все 8. Действительно отличный результат. Отличный, мощный, современный процессор на тонком техпроцессе, который отлично оптимизирован. И практически не кушает заряд аккумулятора, если телефон сильно не напрягать. Прекраснейшие показатели по троттлингу. Он отсутствует абсолютно. 203 гипса у нас максимальная производительность. Практически 200 средняя. И, в общем-то, каких-то снижений практически не наблюдалось. Шикарный процессор без троттлинга. Практически не греется телефон. Даже в тяжелых забегах долгое время, когда играешься, он практически не нагревается. Шикарный результат, как мне кажется, и отличная оптимизация. UFS накопитель здесь, к сожалению, версии 2.2. Хотелось бы UFS 3 иметь, но, тем не менее, что есть, то есть. Скорости здесь довольно неплохие. 500 мигов мы получаем на запись. И почти что гиг на чтение. Что, согласитесь, весьма себе неплохой результат. Что касается модуля GPS, всегда стараюсь тестировать. Для меня это важно, так как автомобилист. Здесь никаких вопросов не было. Спутники нашел очень быстро. Точность высокая. И использовать данный телефон в качестве навигатора можно без всяких проблем. Как уже сказал, игрушки здесь идут без всяких проблем. И PUBG, и Call of Duty, и тот же Genshin. Можно играть катку за каткой и получать наслаждение. Опять-таки, учитывая, что здесь AMOLED-экран, вы получите действительно очень красочную и вкусную картинку. Но за это вам придется расплачиваться повышенным расходом. Тот же PUBG или Call of Duty кушает порядка 20-22% за 1 час игры на 50% яркости. Ну а Genshin Impact будет кушать порядка 35%. Поэтому заряда аккумулятора хватит едва-едва на 2,5-3 часа игры в эту насыщенную графическую игрушку. Благо, заряжается аккумулятор очень быстро. 4,5 тысячи миллиампер аккумулятор и 60 ватт зарядка в комплекте. Плюс-минус 35-40 минут от 20 до 100% идет зарядка. Что, согласитесь, очень быстро. Пришли домой попить кофе, скушать бутербродик, кинули телефон на зарядку, поели-попили, встали, телефон уже заряжен. Это действительно шикарно. Ну и теперь хотелось бы поговорить о камере. Ибо здесь есть о чем поговорить. Sony IMX 766 под капотом делает действительно шикарнейшие снимки. Ну а наличие оптической стабилизации позволяет делать эти снимки действительно в тяжелых условиях. Плюс ко всему оптическая стабилизация отлично работает и во время видеозаписи. Широкоугольный модуль тоже, в принципе, довольно неплох и делает детализированные фоточки. Хотя они уже не настолько, скажем так, красочные и детализированные, как на основной 50-мегапиксельный модуль. Ну и, естественно, бесполезный вспомогательный модуль на 2 мегапикселя здесь я даже не использовал, ибо он абсолютно не нужен. Смотрите, птичку запечатлял, летит. В общем, действительно, на основной модуль получаются шикарные фото и неплохие видео, которые пишутся вплоть до 4К 30 кадров, либо же Full HD 30 и 60 кадров. В общем, давайте посмотрим на примеры фото и видео, и вы все сами поймете. ПОЙМЕТЕ 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 На основную камеру мы можем снимать в форматах 4К 30 кадров в секунду, Full HD 30 и 60. И вот сейчас я снимаю именно в 1080p 60 кадров в секунду с использованием стабилизации. Здесь она, напомню, у нас не электронная, а оптическая, поэтому картинка получается очень стабильной и очень плавной. Так что вы можете снимать очень качественные видео с использованием этого смартфона. Ну а на фронтальную камеру съемка ведется исключительно в 1080p 30 кадров в секунду. Ни 4К здесь нету, ни, естественно, 1080p 60 кадров в секунду. Тем не менее, картинка получается довольно четкой, яркой, детализированной. Единственное, на что можно посетовать, это немножко вот у нас выцвевший такой задний план, немножко пересветы имеются. Но, в общем и целом, картиночка меня радует. И, в принципе, как на основную, так и на фронтальную камеру можно делать вполне себе годные видео. В общем, вот такой вот он Realme 9 Pro Plus. Прекраснейший телефон, как мне кажется, и все в нем, ну, можно сказать, шикарно. Особенно камера. Действительно флагманского уровня сенсор стоит Sony AMX 766 с оптической стабилизацией. Телефон я советую. Получился шикарный, действительно шикарный телефон у Realme. И именно эта версия по праву может носить приставочку Pro. Без всяких плюс. Это действительно Realme 9 Pro, который мы заслужили. На сим обзоры я буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду прощаться. С вами была Айс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok